Перед выездом на полигон командир севастопольского СОБРа разъясняет оперативникам поставленную задачу. По легенде, в одном из помещений жилого дома был обнаружен вооруженный преступник. На сборы перед выездом уходят считанные минуты. Экипировав все необходимое снаряжение, ударная группа выдвигается на позицию, где и попадает под огонь неприятеля. Начинается перестрелка. Пулеметчик ведет огонь на подавление по позициям террориста. В это же время бойцы СОБРа формируют штурмовую группу. Для обеспечения максимальной безопасности первый ряд оперативников вооружен тяжелыми щитами. Защищает сотрудников Росгвардии подобный бронещит 6 класса безопасности. Его вес составляет приблизительно 55-60 килограммов. И весь он укомплектован бронезащитными элементами, то бишь может остановить автоматную пулю. Время мирных переговоров прошло. Под прикрытием своих боевых товарищей небольшой отряд добирается до здания, занятого преступником, и выбивает его из укрытия взрывчаткой. Для того, чтобы избежать даже потенциальной угрозы опасности жизни сотрудникам СОБРа во время учений, практически все оружие является имитацией реального. Гранаты не разрываются на десятки осколков, а патроны в магазинах автоматов холостые. Это учебное, имитационное средство. Во время проведения реальных специальных операций используются, соответственно, боевые. Несмотря на то, что противник был обезврежен, зачистка помещений продолжается. Зачастую не всегда досконально известно о количестве и местоположении террористов, поэтому нужно смотреть комнату за комнатой. В этом бойцам СОБРа помогает современное оборудование, благодаря которому проводить подобные операции стало на порядок проще. Сейчас, имея современные технологии, как стеновизоры, поисковые оптические приборы, тепловизоры, в принципе, до входа на объект мы уже представляем обстановку и нахождение позреваемых лиц. Не всегда у штурмовой группы имеются и планы зданий, в которых находится противник. Здесь в дело вступает опыт. Отработанные до автоматизма действия позволяют им оперативно проникать в помещение и преодолевать препятствия за считанные секунды. Зачистка завершается так же стремительно, как и началась. Укрепленные позиции террористов зачищают с помощью ручных гранат. Порой подобные операции заканчиваются ранением одного или нескольких оперативников. В таком случае перед медиком стоит задача как можно более оперативно эвакуировать бойца из так называемой «красной зоны». Решающий фактор здесь – стрессоустойчивость и выучка. От оказания первой помощи не должна отвлекать ни стрельба автоматов, ни летящие осколки от рикошетов. А потому отработка подобных сценариев – один из ключевых этапов учений. Прикрывай! Держу! Ты как, нормально? Уложив раненого бойца, его быстро доставляют в автомобиль, на котором везут в госпиталь для оказания последующей помощи. Уже в дороге медики делают все для того, чтобы сохранить раненому жизнь и стабилизировать его состояние. Сатурация держит. Что по системе идет? У меня все нормально, система работает. Держу, держу. Первый, первый. У меня 300-й, тяжелый, раненый. Ранение в правое бедро, осколочное влевое бедро. Ранение в правое плечо. А сатурацию держит. Гиповолемия. Но даже ранение одного из бойцов – не повод давать террористам отступить. Сбежавших с места преступления быстро настигают правоохранители. Окружив их с двух сторон, они отрезают их от любых путей к отступлению. На этом очередные учения завершаются. С точки зрения командира севастопольского отряда СОБР «Сокол» Алексея Тараканова, более чем успешно. Наценка 4 с плюсом. Были небольшие нюансы, были небольшие погрешности. Но данные погрешности никак бы не повлияли на ход всей специальной операции. Но время отдыха для севастопольских бойцов СОБРа еще не наступило. После окончания учения они направились в тир, оттачивать свою меткость при стрельбе с плеча. Они знают, в реальной боевой ситуации у них не будет права на ошибку. Цена в виде жизни гражданских лиц непомерно высока. Кирилл Попов, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.